Всем привет! Сегодня я буду готовить овсяные оладушки. Для них мне, естественно, понадобится овсяная мука. Я купила в магазине, уже готовую. Если вы не знаете, где купить или у вас нет, вы можете просто взять овсяные хлопья, геркулес и измельчить их в блендере. Далее молоко, сахар, разрыхлитель, соль, одно яйцо, ванилин и корица. В одной миске мы смешиваем все сухие ингредиенты. Овсяную муку, сюда же немного ванилина, щепоточку соли добавляю, и корицу. Берем по вкусу, насколько любите, побольше, поменьше. Добавляем разрыхлитель и сахар, также по вкусу, насколько сладко хотите получить. Это 1-2, может быть, 3 столовые ложки максимум. Все перемешиваем. В другую миску разбиваем яйцо, добавляем молоко. Кстати, молоко лучше всего слегка подогреть, просто чтобы оно было не холодно из холодильника. Все перемешиваем. И все ингредиенты соединяем. Все хорошенько замесили и обязательно даем настояться, потому что сейчас тесто достаточно жидкое. Буквально 15-20 минут, и овсяная мука очень хорошо разбухнет и будет нужной консистенцией. Сковородку разогреваем, смазываем маслом. Тесто еще раз перемешиваем. Вот, посмотрите, как оно загустело. Когда масло разогрелось, выкладываем оладушки, жарим, как самые обычные оладьи. Ничего нового. На небольшом огне. С одной стороны переворачиваем, жарим с другой стороны. Первую партию снимаем. Обязательно тесто перемешиваем перед каждой следующей партией. И выкладываем. Таким образом готовим все наши оладьи. Оладушки у меня готовы. Вот такая красота получается. Обязательно приготовьте их на завтрак. Это не только вкусно, но еще и очень полезно. Сами по себе они даже вкусные. К чаю просто подать. Если вы что-то любите, можно сделать дополнение. Со сметанкой, со сгущенкой, с вареньем, с шоколадом. В общем, все, что вы любите. С медом. Это все очень вкусно. Все замечательно сочетается. Обязательно попробуйте. Всем спасибо. Приятного аппетита. Пока-пока.